Всем привет! Я нахожусь на берегу реки Бабки в селе Кылослова и планирую сплавиться до села Маховое по реке Бабки на Покрафте. Протяженность маршрута будет примерно 30 километров. Это однодневный маршрут с достаточно легкой доступностью. Сейчас я буду собирать Покрафт и как только отчалю, я подробно расскажу о вариантах заброски на данный маршрут. Для надувания Покрафта я купил специальный электрический насос, потому что надувать мешком-насосом очень неудобно. В принципе, насос накачивает довольно быстро. Продолжение следует... Покрафт собран, вещи уложены и я могу отправляться в путь. Сейчас буду спускать лобку на воду и отчалю. Покрафт собран, вещи уложены в путь. Продолжение следует... Река, она же в самом начале уже довольно мелкая Это второй перекат, на котором я сел И, видимо, не последний Вот, ну что делать Зато на реке есть течение Поэтому продолжаем маршрут Я подхожу к автомобильному мосту через реку Бабка Этот мост находится недалеко От железнодорожной станции Кылосова Это один из вариантов Заброски на данный маршрут Я сейчас пройду мост И поподробнее Дальше уже расскажу О вариантах заброски на маршрут О том, как забрасывался я И как можно заброситься По-другому Теперь пару слов про заброску Я забрасывался до Кылосова на такси То есть я доехал до Махового на машине И вызвал такси Не каждое такси согласится сюда ехать Например, такси везет У которого была минимальная цена Так машину найти мне не смогло Поэтому пришлось ехать на другом такси По стоимости обошлось 1100 рублей От Махового до Кылосова Есть варианты заброски На электричке из Перми Можно доехать до станции Кылосова Оттуда буквально 500 метров Дойти пешочком до реки Сплавиться до Махового И там есть станция Иринская И уже с Иринской Уехать на электричке Обратно вперед Также можно на автомобиле Доехать до Махового И до Кылосова От Иринской Уехать на электричке По стоимости обойдется Порядка 60 рублей Я забрасывался на такси По причине того, что Про электричку я не знал И к электричке я опоздал Поэтому пришлось ехать на такси Сколько ласточек Помимо ласточек Можно увидеть и услышать И других губ Например, по берегам Можно встретить серую цаплю Несколько видов куликов Также встречаются утки Встречается несколько видов тресогузок Обычная И также мне попадалась Золотоголовая В лесу поет Очень много певчих птиц Также можно услышать На полях, как Трещит коростель Или как Кукушка Это коростель Трещит коростель Трещит коростель Трещит коростель Трещит коростель тоже встречаются скалы это уже вторая скала которая встретилась мне на пути они не такие большие как на других речках типа Вишеры или Чусовой но тоже есть первая скала мне встретилась после моста который ведет от Кылосова примерно через километр вторая скала вот примерно через 10 километров после начала маршрута и что касается уровня воды можно видеть что уровень воды очень низкий и таких перекатов на реке встречается достаточно много что лодку приходится перетаскивать волоком вот то есть на катамаране здесь пройти вообще не получится на маленьких лодках типа Аппокрафта или байдарок в принципе проходимо но придется тащить на себе и после второй скалы напротив Казаева сразу же третья скала вот такая вот итак с момента старта по маршруту я прошел всего лишь 11 километров это почти за 4 часа ходового времени если я буду дальше двигаться с таким же темпом то я приду в маховое только после заката в районе 12 вечера и к сожалению скорость реки себя не оправдала вот то есть когда гребешь скорость получается в районе 4-5 километров в час средняя если бросить весло то как можно видеть течения на реке вообще практически нету плюс уровень воды достаточно низкий и местах где перекаты учение появляется но при этом лодку приходится часто доводить волоком я когда планировал этот маршрут рассчитывал на то что река будет более скоростная вот и отличное место для обеда сейчас остановлюсь перекушу и продолжу свой путь меню на обед максимально простое это хлеб нарезка и чай также для перекуса у меня есть шоколадки и орехи если захочется перекусить до дороги сейчас пообедаю передохну минут десять и продолжу время уже близится к закату большая часть маршрута пройдена вот мне осталось порядка пяти километров это еще около полутора часов времени сейчас поделюсь тогда своими мыслями про маршрут и буду заканчивать вот в целом маршрут мне понравился за исключением того что сейчас очень мелко и много плесов вот так не повезло с тем что был встречный ветер который очень сильно влиял на скорость в принципе река на покрафте проходима 30 километров это займет практически весь день и лучше брать с запасом потому что если будет ветер то маршрут займет более девяти часов на прохождение и то есть и постоянно грести сплавщиков практически нет встретил только одних ребят на каркасной вайдарке вот они шли дневный маршрут они снимались ровно на том месте где я останавливался на обед в принципе на покрафте и на байдарке этот маршрут более-менее проходим на катамаране я считаю что вот такой воде и даже пробовать смысла не имеет потому что слишком мелкая это узкая и даже покрафт приходится иногда проносить а катамаран здесь не каждый будет садиться также на маршруте нет каких-то известных достопримечательностей например как на Сылве где есть Ермак и Алабач здесь нет никаких камней с известными названиями но при этом природа достаточно красивая а также что плюс много населенных пунктов так что если возникнет потребность снятся заранее то можно попробовать сняться в любом из населенных пунктов уехать на такси или на электричке берега реки в основном крутые поэтому палатку место под палатку будет найти не очень просто соответственно этот маршрут лучше идти одним днем также если пойдете маршрут воду необходимо брать с собой слишком много населенных пунктов поэтому из речки я бы воду пить не стал даже с учетом кипячения вон голова уже торчит он плыл я его спугнул он остановился теперь ждет когда я уплыву и 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 бобер плывет эй бобер курва я сейчас нахожусь примерно здесь и буду искать точки схода с маршрута постараюсь сойти в этой точке, если здесь есть нормальный берег если здесь не получится, буду искать точки схода где-то в этом районе можно было сойти чуть выше там была очень хорошая коса но я постараюсь подплыть поближе к дороге чтобы меньше было идти эта коса похоже то, что нужно там уходит дорога и соответственно по этой дороге я выйду в село Моховое поэтому буду останавливаться здесь разбирать снаряжение и сниматься с маршрута я разобрал снаряжение и снялся с маршрута теперь иду в Моховое забрать машину и ехать домой протяженность маршрута составила порядка тридцати одного километра затраченное время девять часов более подробно скриншоты я выложу кто хочет пройти этот маршрут за один день необходимо стартовать либо очень рано с утра либо выбрать маршрут покороче например, на мой взгляд все наиболее интересные объекты начинаются от Ергача поэтому можно стартануть оттуда и сэкономить порядка 10 километров всем, кто смотрел, спасибо подписывайтесь, оставайтесь пишите комментарии всем пока, до новых встреч